Ребятки, не хао, как говорится, приветствуем вас в городе Тяньцзинь, 140 километров от Пекина, это столица Китая. Сегодня, ребятки, мы познакомим вас с зарождающимся миром электрических тягачей. Да, пока их немного, но перед нами, пожалуйста, красавец, один из них. И более того, эта уже серийная версия поставляется заказчикам, что к чему, обзор, поехали. Ребятки, ну перед тем, как мы расскажем об этом аппарате, начнем немножко издалека, с более, так сказать, вводных данных. Многие из вас знают грузовик Тесла Сэмми, который был представлен еще в 2017 году, 6 лет назад. Если вы грузовик, то это все, это все, это все. Это грузовик. В 2022 году почти с трехлетним опозданием машину наконец-то начали производить серийно. И в декабре 2022 года первый заказчик, компания Pepsi, получила первый экземпляр. Три независимых электромотора, суммарная мощность 1000 лошадиных сил, базовый вариант 480 километров пробега, топовая версия 800 километров. Причем оба этих варианта это с загрузкой 37 тонн, разгон от нуля до сотни за 20 секунд, зарядка до 60% за 30 минут на специальных зарядных станциях Тесла Сэмми, а также известно, как выглядит кабина этой машины. Вот так вот. Еще интересная цифра, это мы все еще, так сказать, подводим к тому, насколько могут быть эффективны и интересны электрические тягачи. Так вот, конкретно у автомобиля Тесла Сэмми и конкретно в США зарядка в 2,5 раза дешевле, чем заливка полного бака дизеля. И в пересчете на три года эксплуатации они посчитали, что машина сэкономит владельцу 200 тысяч долларов за три года. Это в США, а где-то электричество, как вы знаете, еще дешевле. А что касается цен, в США Тесла Сэмми базовая версия стоит 150 тысяч долларов, а в этой увеличенной емкости стоит 180 тысяч долларов. При этом эту машину до сих пор нельзя купить, до сих пор нельзя заказать, и многие технические характеристики этой тачки до сих пор неизвестны. В то же время китайцы. Эта машина начала разрабатываться в 2020 году, и спустя три года перед нами серийный экземпляр. То есть это уже машина, которая поедет заказчику. Сейчас позовем Батыра, компания Проват, пройдемся по кругу, посмотрим, что к чему. Мы, конечно, не специальный канал про тягачи, но некоторые интересные факты расскажем, а также прокатимся на этой машине. Ребята, небольшая рекламная пауза и продолжаем. Сейчас. Да. Ребяшки, что важно в рабочем ноутбуке? Если ваша деятельность устроена как-то вот так... Тогда, конечно, подойдет и простой вариант. А если вот так... Приветствуем вас в Питере. Приветствуем вас в городе Сокол. Приветствуем вас в Бангкоке. То, сами понимаете, требования совсем другие. Во-первых, вес и прочность. У F-Plus Flap Top Air, который, как вы помните, мы тестируем, Flap Top Air выручает SSD-накопитель на 1 терабайт. Так вот, у этого ноутбука прочный алюминиевый корпус, надежные шарниры, вес 1,87 кг, а также габариты, с которыми он помещается в любой рюкзак. Так. Готово. Если переживаете за безопасность данных, у Flap Top Air сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Также напомним о начинке. Восьмиядерный процессор AMD и SSD на 1 терабайт. Хватит для большинства повседневных задач. Теперь самое приятное от нас для вас скидка 15%. Новый ноутбук Flap Top Air от отечественного бренда F-Plus. Больше информации по ссылке в описании. Продолжаем. Батыр, привет. Приветствую. Батыр, компания ProVat. Нет, есть тот Батыр. Ребяшки, ваше внимание. Батыр, компания ProVat. Всем привет. Огромное спасибо, что помог нам с этим автомобилем. А есть тоже Батыр, есть у него коллега. Сразу важный, важнейший дисклеймер. Во-первых, мы не канал про грузовики. Во-вторых, Батыр не специалист по грузовикам. Вот стоят, скажи, пожалуйста, представители компании. У нас такой немножко ограниченный формат. Разрешили посмотреть на грузовик на стоянке. Дали нам такую возможность. Во-первых, татпись JAK. Но это не JAK. Это не JAK. Это компания DeepWay, которая была создана в 2020 году. Три года назад. Три года назад, да. То есть это стартап какой-то. Стартап, да. Она собрала 100 миллионов долларов. От кого? От компании Baidu. Интернет-гигант. Они любят деньги раздавать. Конечно, да. Но почему логотип JAK? DeepWay сейчас еще не в состоянии выйти на производственные мощности. Поэтому они пользуются услугами JAK. То есть это одна большая мафия, в хорошем смысле этого слова, да? Да, грубо говоря, да. Китайцы друг с другом, они вот помогают друг другу. Да, да, да. Все верно. Давай пройдемся по кругу, посмотрим. Логотипа JAK, я так понимаю, не будет. Потом не будет, да. Капот. Капот. Открывается здесь? Дверь открывается с кнопкой. Вот. Как Роллс-Ройс? Это что? Хорошо. Очень хорошо, да? Это мы, в стране, это самая лучшая машина. Китай говорит, это бомба, самая крутая. Да? Силетры ставят. Эй,先生. Вы знаете, какие-то такие новые машины, какие-то интересные машины? Умм. Нет, нет. Вот, 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 чувствуется, да, то есть, китайские даже водители, вот, они думают о будущем страны. У них какая-то вот эта мысль с квазитором, много у кого. Так, дверь открывается против движения. Да. Почему? Они это не объясняли? Нет. Ты погоди, ты пока вы. А, рано, рано. А кабина тут поднимается, кстати? Нет. Вот туда, наверх. То есть, вот здесь у нас классический вариант доступа к двигателю, да? Кабина поднимается. Во. Это я не знаю, где-то. Да, да, да. В этой машине надо что-то делать? Вот водители грузовика, они там постоянно что-то ковыряют, смотрят, что фильтры меняли. У нас есть какой-то вот бачок. Это гидравлическое масло на гидроусилительный руля. Колодки. Колодки. Да. Здесь масло добавлять раз сто тысяч тоже примерно. Понятно. Так, а движок у нас? Два электродвижка. Три версии будет? Как у Tesla? 6 на 4 получается, каждая ось имеет свой электродвигатель и момент может идти на каждое колесо отдельно. То есть, вот у нас движок, правильно? А чей двигатель? Sujo Green Control, тайская компания, которая делает электродвигатели для таких гигантов, тоже как XMG, Sony. Это вот все, кто производит спецтехнику, погрузчики, тракторы, бендозеры. Компоненты, которые стоят в этом автомобиле, от проверенных, известных брендов, которые много лет на рынке. Да, все верно. Батареи. Батареи, да. Батареи от компании Ningde. Кэтл. А где они стоят? Внизу, вот здесь. С той стороны один аккумулятор, и с этой стороны, да. Но заряжаться будет все с одной стороны. Компания Deepway в будущем планирует создать сеть станций. Для замены батареи. Машина приезжает, заезжает в станцию, за 6 минут оба батареи снимаются, ставятся новые. Да, офигенно. И поехал наш. Ну, то есть у них упор все-таки на смену аккумуляторов. Они видят это более эффективно. Они в этом, да, видят более эффективный вход, да. Камеры у нас какие-то здесь, да? Это заглушка. Это заглушка. Это машина самой бедной комплектации. Это базовая конфигурация. Это базовая. А вторую, что у нас тогда будет? 11 видеокамер. 5-миллиметровый диапазон лидаров и один лазерный сенсор. Это уже делается под уровень автопилота L3, L4. Это пока что L0. Поэтому мы видим здесь обычные зеркала. А у топовой не будет зеркала? Нет, там будут просто камеры. Они хотят полный автопилот потом сделать, да. Потому что компания Deepway, она разрабатывает концепцию полной автоматизации грузоперевозок. То есть Deepway это больше стартап как раз про инновации технологии, а не про сделать машину. То есть они пошли на завод и принесли эти технологии на завод. Тут используется технология Аполлон от Baidu. То есть где-то годик-два и мы увидим вот такое доработанное с лидарами, с автопилотами в массовом варианте уже на дорогах, возможно. С лидарами, с L3 уровнем уже можно сейчас заказывать. А уже есть. Да, круто. Кабину посмотрим? Давайте. Вот это просто кнопку нажимаю. Блин, работает. Блёд. А если отойдем, сама не открывается. Причем у нас смотри. Раз, два и три он еще. Доводчик. Открыл. Открыл. Погоди. Да как хотели же вроде одно сиденье сделать. Делали два. Ребятушки. Какой бы ни был крутой электрический тягач, коврик, все тот же. Это уже финальный экземпляр. Да. Нажимаем кнопку. Дверь закрывается автоматически. Это заглушка. Это не экран. Это? Это настоящий экран. Можно, да? Открывать. Да, да. Прикуриватель везде. Легко поворачивается? Да, вполне. А он сейчас уже типа заведен. Да. По высоте. Значит, стоим. Стоим. Хорошо стоим. Полный рост. Ящики сверху. В дальнейших серийных конфигурациях, наверное, будет и холодильники, и какие-то шкафы. Да, да, да. Холодильники, микроволновки, плиты, все будет. Это шторка, да? Видимо, сюда вешается. Да, туда шторку. Да, вот даже. И есть у нас окошко сзади. Так, ящик вот здесь. Он еще охлаждающий. Ага. С холодильником. Там какие-то у нас есть розетки. Ну, у него уже тысяча километров пробега. Он же проехал что-то, да? 38% заряда у нас. Примерно 133 километра запаса хода остался. Приборная панель – это экран. Здесь мультимедиа. Угу. Ты знаешь, как-то сильно отличается от панели в классическом грузовике. Ну, все, продолжаем побивать кофеек. Я там еще смотрю академика. Вот как он реставрирует свой ЗИЛ, допивая кофеек. Так что все в порядке, все замечательно. Слушай, они нас готовы прокатить? Да. Прям можно на дорогу выехать? Конечно. Офигенно. Ребешки. Ну что, прокатимся? Поехали. Ребешки, прокатимся. Сколько здесь места пропадает? Да? Явно нужно что-то поставить? Да. Офигеть. Мы готовы? Грало. А что, все, что ли? Снял с ручника. Блин, это вот самое клевое впечатление, если ездил на каком-нибудь там КамАЗе. То есть ты садишься в КамАЗ, дизель завел, снял. Хочу пикать. Отки сюда, иди, иди. На медленной скорости он всегда так. А дверь вот так мне не приоткрыть, да? Нет. То есть вот только полностью? Полностью, да. Оно, конечно, технологично и вот вау впечатляет для тиктока. Да. Но потом-то рейс начинается уже нормальный, с грузом 37 тонн. Вон, контейнеры везти. И заправки, и платные дороги. Это, наверное, иди в нашу камеру, бэ. Да, да. Ого! Вот где бибикалка. Мы сейчас нажимали, да? Нет, я это нажимал. А, вот она. Нажимаешь. Ага. Вот это хорошо. Вот это уже, да. Ну, то есть мы ездили на КамАЗе, и это вот прям в грузовик кто садишься в оно там, взгрычит, едет. Вот эти все. Да, да. И тут мы сели как-то и раз. И все. Как на детском электромобильчике в парке. Да, да, да. Как тебе это? Ты первый раз? Круто, я тоже первый раз, да. Слушай, а вы такие машины планируете продавать? Конечно. Расскажи вкратце чуть себе. Мне 34 года. Я приехал в Китай в 2006 году. В 2013 году я закончил университет. И там же я познакомился с Батыром. Мы жили в одной комнате. В общаге? В общаге, да. Круто. Вот сейчас. Пошло-поехало. Пошло-поехало, работаем. А сам откуда? Республика Тува, город Казул. Класс. А, ну вот, опять запищал. Машина электрическая. При низкой скорости человек может не понять, что машина едет. Потому что электрическая и звуков-то нет. Поэтому они вот это вот продумали. Ну мы идем пустые. Вот если бы сзади что-то прицепить, вот это было бы интереснее. 37 тонн, по-моему, да, у него? Да, может тянуть 37-800 тонн. Тишина какая машина. Обалдеть. Вообще другие ощущения. Прикольно, да. Есть понимание по стоимости? За сколько они сейчас продают? Именно вот этот аппарат стоит 40000 юн. Так, подожди, это же немного получается. КамАЗ же дороже полно стоит, нет? Да, да, да. Слушай, что-то фигня какая-то. Почему так дешево? Плюс сюда надо будет добавить растаможку, доставку. Но это в России. Это уже в России, да. А то есть китайские водители себе могут позволить за... Но это базовая версия. Да, да, да. Да, блин, тут и так все хорошо. А что, прям тут можно встать? Телли Каева. Каева. Да, здесь можно. А что это за дорога такая? Почему здесь никого нет? Пятиполосная, между прочим. То есть это не на перспективу такое строят? Да. Я вот читал об этом передачи National Geographic, что китайцы строят, тут еще даже никто... Да, да. Ни одной машины, вон одна едет только. Да, никто даже пока тут еще не живет и не планирует, они уже построили на всякий случай, пускай будет, чтобы там районы развивались. Класс. Как он клево смотрится, а? Да. Батырь важный момент. По стоимости мы выяснили, да? Четыреста тысяч без батарей. Без батарей. А батареи это самая дорогая часть в машине? Правильно. А что за история без батарей? Почему так? На местный рынок поставляется без батарей, потому что можно взять в аренду батарею. Клево. Это будет стоить примерно 6 тысяч юаней в месяц. А покупка батареи с зарядным устройством обойдется где-то в пределах 500 тысяч юаней. А, ну это уже такая... Это уже другая... Ну это уже стоимость обычного тягача, грубо говоря. Ну только электрического. Да. Так, наши действия, что там? Ага, драйв наверх. И что, все, поехали? Да. Поехали. Ну как ощущения? При... Блин, ну... Я ездил на больших машинах. Газу, газу. Ха-ха-ха-ха. Едем. Едем. Что-то там под колесо попало. Кажется, ВАЗ-2110. То есть для меня всегда то, как трогается водитель... Твой ремень. Да. Даже откинусь назад поудобнее. То есть я всегда смотрел, как трогается водитель фуры с места дальнобойщика. Это вот прям труд. То есть я вижу, он прям вот тут прям работать начинает. На современных на Мерседесах на Вольво там чуть легче. Но я так прям с уважением всегда прям. Чувак к станку стал. А тут что-то все, он поехал. А можно это так притопить немножко? Да. Офигеть, он разгоняется. Круто. И даже здесь на пустынной дороге найдется мопед, который едет по встречке. Это классика Китая. Классика, да. Объезд препятствия. Блин. Пойду-ка я в дальнобой. Это какой-то другой уровень взаимодействия с машиной. Сидение удобное. Для как раз базового варианта. Но в этой машине вот чего-то хочется уже другого. Ну да, массаж, не массаж. Мой экран у меня уже есть. Да. Едется легко. Когда у тебя все базовые потребности покрыты, у тебя уже требования какие-то другие начинают возникать. Офигеть, тормоза какие. Смотри, там вдруг он прям останавливается сразу. Тих. Ох. Мгновенно просто. И мы уходим со светофона молдеть на фуре. 80 уже. 80 километров в час. Вот это вот образ дядьки с засаленной футболки, который только-только вылез из-под машины, что-то там закручивая гайки. Он просто И его нет О, ничего, радиус маленький Вон мы прям на пятаке разворачиваемся Сколько? Две с половиной полосы всего И руль сам Можно менять профессию, да, в общем? Я всегда Мечтал, не мечтал Может там сильно сказано О том, чтобы поработать с дальнобойщиком Я много в этом думал Честно тебе скажу Но вот этот прицеп, подсоедините Вот эти стоянки Местами не самые комфортные Слушаешь рассказ дальнобойщиков Они приезжают, стоят на разгрузке по нескольку часов Да, да, да И как-то это все просто Все перекрывается кайфом от вождения От простоты управления Этой машиной Ну, кстати, да Мы сейчас в пустыне идем Да Сейчас многие нам скажут А что вы? Вы попробуйте с прицепом так 37 тонн Разогнаться Да, да, да Это да Спора нет, правда Но фура идет рядом с тобой И для нее процесс каждый раз Торможение, разгона Трогание с места Это целый труд Ты на нее смотришь Тебе прям жалко Их жалко человека Что-то передача там Тыркает Да, да, да Кочергой там Ну, это и там Ну, в некоторых Да, там В старых моделях В новых Чем-то проще Но Здесь что? Газ, тормоз Ну, конечно, с прицепом Интересно было бы прокатиться Да Это следующий уровень Это уже следующий уровень Вот Он деньги зарабатывает Поэтому Так, паркуемся Вот здесь Справа Хотел ручку дернуть И даже здесь Смотри, бешки Музыку нашли, кстати Заиграла Ну, что сказать Впечатления Сейчас Впечатления, конечно Самые-самые-самые Тут ведь не только Дело в электричестве В дизайне В каких-то там Фарах В дверях И так далее Дело прежде всего В экономике Представьте, что у вас Компания по доставке грузов У вас 100 машин Вот Тесла с Эмми Посчитали, что С их машины В США Экономия за 3 года На разнице Стоимость электричества И заправки дизелем 200 тысяч долларов С одной машины Ну, это, конечно В самых идеальных условиях Везде стоимость дизеля И электричества Разная Но, тем не менее Ориентиры уже какие-то есть В любом случае Почитаем ваши комментарии Особенно тех Кто связан С бизнесом Перевозок И водит вот Ну, такие, не такие Ну, какие-нибудь Такие вот автомобили Ждем ваши комментарии Хотел сказать Джак Но это не Джак Это компания Дипуэй То есть через какое-то время Тут уже будет логотип Не Джак А Дипуэй Спасибо компании Проват Все ссылки внизу Ждем ваши комментарии Увидимся Пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому